Для эмоционального осознания верных характеристик голоса применяют такие понятия, как округлый, бархатный, активный, прикрытый, мягкий, полетный, звонкий, серебристый, воздушный, негнусавый, прозрачный, светлый, ненадсаженный, незаниженный, теплый тембр и другое. Все звуки, что ниже 20 Гц, называют инфразвуками, а звуки выше 20 000 Гц – ультразвуками. Вибрационный анализ голоса подразумевает умение пользоваться ощущениями резонанса в полостях, находящихся выше и ниже гортани, а также в самой гортани. Благодаря наличию нервных окончаний в резонаторах и в окружающих тканях, вибрации голоса вызывают раздражение, которое способен воспринимать и анализировать наш мозг, независимо от слуха. В ответ на раздражение из мозга посылается обратный сигнал на гортань, таким образом стимулируется певческая функция. Смотрите главу 5 «Взаимосвязь центральной нервной системы и голосового аппарата». Это важный, природой данный механизм. Благодаря вибрациям мы можем контролировать качество собственного тембра, не опираясь только на слух. Например, в хоре или в глухом помещении, когда собственный голос сложно анализировать с помощью слуха, мы можем прибегнуть к вибрационному анализу голоса. Ощущение вибрации в области грудной клетки – это хороший критерий глубокого смыкания голосовых связок. Низкие частоты, на которые способна резонировать трахея, стимулируют нервные окончания и вызывают рефлекс полного смыкания голосовых связок по всей их толщине. Я уже писал, что трахея способна изменять свою длину в зависимости от вдоха и положения гортани. Это значит, что качество резонансов трахеи будет зависеть не только от правильно организованного смыкания голосовых связок по грудному типу своих вибраций, но и от верно подобранной длины самой трахеи. Анализируя вибрации в области груди, следует учитывать положение гортани, так как вибрации будут возникать даже при задранной гортани. Получается, самих вибраций здесь недостаточно. Нужны знания о верно подобранном положении гортани. Смотрите главу 4 «Закономерности голосообразования. Строение голосового аппарата. Первое. Установка гортани». Учитывая тот факт, что резонаторы в области маски не могут изменяться по объему, так как это твердая костная ткань лицевого отдела черепа, мы не способны адаптировать форму и объем этих резонаторов к создаваемому нами звуку. Получается, качество резонирования в маске зависит исключительно от правильной организации работы голосовой щели. Поясню. Мелкие полости маски, такие как лобные пазухи, клетки решетчатого лабиринта, верхняя носовая раковина, верхнечелюстная пазуха, клиновидные пазухи и носоглотка, остаются в процессе пения неизменными по объему и способны резонировать только при наличии в исходном голосе высоких обертонов. Таким образом, ощущение вибрации в этих полостях является хорошим индикатором правильно организованной работы голосовых связок. И наоборот, правильно организованная работа голосовых связок, когда в исходном тембре присутствует высокая певческая форманта и высокие внеформантные обертоны, является единственным условием для резонирования маски. Лицевые резонаторы очень маленькие, в отличие от надставной трубки и трахеи, поэтому резонанс в них возникает только от высоких обертонов. Эта закономерность дает основание утверждать, что вибрационные ощущения в маске полезны для анализа и организации правильной работы голосовых связок в верхней их части. При хорошем верхнем смыке голос приобретает металличность, блеск, серебристость, пронзительность, свист и так далее. Получается, чтобы правильно смыкать голосовые связки с образованием высокой певческой форманты, не обязательно знать анатомию своей гортани. Достаточно просто ориентироваться на вибрационные ощущения маски? И да, и нет. Проблема в том, что у некоторых людей в тканях, окружающих лицевые резонаторы, недостаточное количество нервных окончаний. У таких людей вибрационные ощущения очень слабые, а значит и ориентироваться по ним сложно. В таком случае человек прибегает к знаниям физиологии пения и к другим ощущениям. Мышечные ощущения, слуховые ощущения, зрительные ощущения, ощущение движения воздуха через голосовую щель, ощущение подсвязочного давления. Вывод. При условии наличия вибрационных ощущений, самоанализ резонанса маски универсален и способствует правильному голосообразованию и правильной установке гортани. Самоанализ же резонанса трахеи не универсален и нуждается в дополнительной базе знаний.